Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирины Никешина. Здравствуйте! Сегодня вы узнаете. Более 440 жителей Ненецкого округа уже приняли участие в голосовании за проекты НАО-100. Наибольшей популярностью пока пользуются проекты, связанные с благоустройством территории и развитием транспортной инфраструктуры региона. Как правильно измерить артериальное давление и сделать экспресс-анализ крови на сахар и холестерин? Будущие студенты-медики профильного класса 4-й школы приступили к практическим занятиям. В Наринмаре подвели итоги конкурса «Социальная звезда» среди первичных ветеранских организаций Ненецкого округа. Конкурс приурочен к юбилею победы в Великой Отечественной войне. В Наринмаре состоялось первенство Ненецкого округа под Хэквондо в дисциплине ГТФ. Это итоговое мероприятие, на котором спортсмены показывают свой уровень мастерства и при успешном выступлении получают шанс представлять наш регион в составе сборной. А теперь об этих и других событиях более подробно. Более 440 жителей Ненецкого округа приняли участие в голосовании за проекты НАУ-100. Наибольшей популярностью у голосовавших пока пользуются проекты, связанные с благоустройством территории и развитием транспортной инфраструктуры региона. Опрос проходит на платформе «Народный контроль». При этом каждый участник может проголосовать за каждый из проектов только один раз. В голосовании участвуют 175 проектов, которые поделены на 12 категорий. Транспортная инфраструктура, развитие сельских населенных пунктов, благоустройство территорий, ЖКХ, спорт и активный образ жизни, природа и экология, образование, культура, цифровизация, здравоохранение, развитие промышленности и другое. На момент подготовки этого материала к выходу в эфир наибольший интерес граждан вызывали проекты, отнесенные к категории «Транспортная инфраструктура». Здесь за разные проекты в общей сложности отдано 566 голосов. На втором месте по популярности проекты категории «Благоустройство территорий» – 433 голоса. Наименее популярными у голосующих сегодня являются проекты, связанные с развитием культуры в регионе – 70 голосов, инициативы по совершенствованию системы жилищно-коммунального хозяйства – 55 голосов. Инициированный губернатором Ненецкого округа Александром Цибульским проект НАУ-100 формируется на основе предложений жителей региона. Его итоговое наполнение будет зависеть от результатов голосования, которое продлится до 15 января 2020 года. Как сообщалось ранее, проект НАУ-100 должен стать дорожной картой по реализации на территории Ненецкого округа национальных проектов, объявленных президентом России Владимиром Путиным и стратегией развития региона до 2030 года. Ежегодный молодежный бал прошел в минувшую пятницу. На мероприятие традиционно собираются представители молодого поколения, которые в течение года принимали активное участие в работе всевозможных движений и объединений. Для тех, кто весь год вел активную жизнь, организуя мероприятие для других, помогая тем, кто в этом нуждается, зажигая огонь в глазах таких же молодых людей, в преддверии Нового года проводят бал мероприятия в благодарность за проделанную работу. Здесь находятся те представители, яркие представители молодежи, руководители, лидеры молодежных сообществ, которые показали в этом году, можно сказать, выдающиеся результаты, те, кто хорошо поработали, участвовали в грантах, в конкурсах, да и в целом проявляли активную жизненную позицию. Ну, всех из них, наверное, мы видели так или иначе в сводках новостей про мероприятия, на различных досках почета были отмечены различными грамотами, но сегодня мероприятие немножко не про это, сегодня эти люди собрались просто отдохнуть, пообщаться, повеселиться, набраться позитивом и силами на следующий год, и, собственно, что в следующем году выстрелить не менее ярко. Главная задача мероприятия – дать понять ребятам, что все их труды отмечены, и старшие наставники благодарны за проделанную ими работу. Участие в форумах разных, в разных конкурсах, проекты, которые в округе самые большие для молодежи, то есть, например, недавно Арктический бал, мы тоже там принимали участие, и дискотеки «Импульс», которые общегородские, мы организуем, наверное, поэтому мы сегодня здесь. Мероприятие проводится для представителей молодого поколения, старше 18 лет и носит развлекательный характер. Сбор средств для нашей маленькой землячки Варе Журавлевой продолжается. В городе проходят всевозможные благотворительные мероприятия. Одно из них – матч по хоккею – прошло накануне в спортивной школе Олимпийского резерва «Труд». Идею благотворительного матча игроки ночной хоккейной лиги восприняли положительно, и уже в ближайшее воскресенье команды встретились на льду, потому что понимают – ждать времени нет. Никто не застрахован от того, что каждый может оказаться в беде. Семья Журавлевых нам близка, мы друзья вообще по жизни с ним. Ну и как многие тут из наших ребят. Поэтому решили организовать, что помощь сама нужна. Денег достаточно много надо собрать, поэтому с миру по нитке, как говорится, поможем, чем сможем. Болельщики пришли поддержать семью, которая сейчас борется за жизнь и здоровье своего ребенка. Это самое дорогое, что есть у человека. Очень приятно, когда весь город сплотился вокруг чужой беды и разнообразные конкурсы. И такая огромная сумма. Приятно, что я живу в таком городе. Мы напоминаем, что любую сумму в помощь семье Журавлевых вы можете отправить напрямую по банковским реквизитам, которые видите на своих экранах. В Наринмаре подвели итоги конкурса среди первичных ветеранских организаций Нинецкого округа «Социальная звезда». Церемония награждения победителей состоялась в актовом зале администрации города в минувшую субботу. В этом году конкурс «Социальная звезда» приурочили к предстоящему юбилею победы в Великой Отечественной войне. Победители определяли в 11 номинациях. Одна из них за лучший видеоролик «Герои живут среди нас». Большая война была. Страшная. Никто ведь не думал и не знал, что будет такая же стопкая война. Мне повезло больше многих других. Ранений не было. Как говорят, в рубашке родился. А домой пришел в 1945 году. Этот видеоролик на конкурс представил Совет ветеранов поселка «Красное», который объединяет более 170 человек – пенсионеров, ветеранов, тружеников тыла и детей войны. В видеоролик мы в тесном контакте работаем с группой «Поиск» Марина Игоревна Литкова. Она руководитель. И вот она нам помогала сделать этот ролик. Всего в этом году в «Социальной звезде» приняло участие 11 советов ветеранов. Все они – постоянные участники традиционного конкурса первичных ветеранских организаций Ненецкого округа. На протяжении всех трех лет у нас участвуют и «Искатели», и «Лесозавод», и «Макарова», и «Красная телевизка». То есть, в общем-то, те, которые участвуют сегодня, они участвовали в предыдущие конкурсы. Конкурс «Социальная звезда» проводится с 2017 года по инициативе Совета ветеранов войны и труда Ненецкого округа при поддержке компании «Башнефть-полюс», администрации города и Дворца культуры Арктика. Добавлю, что сегодня в окружной ветеранской организации состоят более 70 первичных формирований. Благодаря конкурсам, конечно, мы встречаемся с ними почаще, то есть какие-то репетиции, какие-то встречи дополнительно, но и так у нас очень много мероприятий совместных с нашими организациями ветеранскими. Это не просто не каждый варится в своем котле, это, в общем-то, наверное, все идет и от нашего Совета ветеранов, от окружного, потому что мы и выдаем им денежки, они нас получают и для юбиляров деньги, они получают денежки. Сейчас на Новый год мы вчера выдавали им деньги. Мы проводим общее мероприятие каким-то большим праздником, встречи, и вообще вопросов очень много. Все вопросы решаются через нас, конечно. Это и награждение ветеран города, это и награждение медограмотами почетными, благодарностями, это любые вопросы какие-то жилищные, это какие-то вопросы, может быть, любые вопросы, касающиеся наших ветеранов. Главная цель конкурса – подчеркнуть роль ветеранского движения в общественной жизни округа и города, распространение опыта активной ветеранской работы, повышение социальной активности ветеранов и привлечение общественного внимания к проблемам граждан старшего поколения. Как правильно измерить артериальное давление и сделать экспресс-анализ крови на сахар и холестерин? Будущие студенты-медики профильного класса 4-й школы приступили к практическим занятиям. Как проходит обучение, расскажет моя коллега Александра Литкова. Десятиклассник Ярослав Костромин на практическом занятии по определению базовых показателей здоровья выступает в качестве пациента. В профильный медицинский класс молодой человек пошел учиться осознанно. Еще в детстве решил стать стоматологом. Я хочу связать свою жизнь с медициной, выучиться медицинского работника и работать по этой профессии. Но сначала было тяжело, появилось много новых предметов. Со временем привыкается. Со временем привыкается, да. За первые две учебные четверти учащиеся профильного класса в основном изучали теорию. Сдается мне легко. В принципе, у нас хорошие преподаватели, она нам все понятно объясняет. Но пока никаких трудностей именно по медицине не было. Это практическое занятие пока только второе. Его задача – научить юных медиков измерять артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови и другие показатели здоровья. Заведующая Центром медицинской профилактики Ненецкой окружной больницы Надежда Пышнограева отметила высокий уровень подготовки будущих медиков. Надо сказать, что уровень подготовки изначально, ребят, достаточно высокий. То есть чувствуется, что это все-таки профильный класс. Серьезная базовая подготовка по предметам биология и химия, что лежит в основе как раз-таки медицинского образования. Нам предстоит еще большая работа. В течение двух лет ребята будут изучать как раз-таки медицинскую подготовку. Очень большой объем материала. И наша задача, чтобы ребята полюбили медицину, чтобы они стали в будущем классными, квалифицированными кадрами, которые вернутся в наш Ненецкий автономный округ и будут оказывать качественную медицинскую помощь жителям округа. Медицинский класс открылся в четвертой школе в этом учебном году. Его открытие стало результатом работы в рамках соглашения о взаимодействии между Северным государственным медицинским университетом и Ненецким округом, подписанным главой региона Александром Цибульским и ректором вуза в конце прошлого года. Сначала ребят в этом классе было больше, а к сегодняшнему дню на четыре человека стало меньше. Естественный вопрос, да, почему ребята уходят из этого профиля. Ответ достаточно прост. Большая нагрузка, большая ответственность и не каждый ребенок может выдержать вот этот темп, который задан в медицинском классе. Но мы очень надеемся, что те ребята, которые остались, они достойно пройдут обучение и по окончании 11 класса поступят в высшемедицинские учебные заведения. Обучение в профильном классе даст возможность выпускникам не только получить дополнительные баллы при поступлении на бюджет, но и подготовить школьников к сложным образовательным программам высшего учебного заведения. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. В Наринмаре определили лучшую медицинскую сестру. Ежегодный конкурс профессионального мастерства, лучший по профессии, состоялся на базе социально-гуманитарного колледжа имени Выучейского. Участие в соревнованиях приняли 10 представительниц из числа среднего медицинского персонала государственных бюджетных учреждений здравоохранения региона. Конкурс проходил в два этапа. К участию в нем были допущены медицинские сестры, имеющие сертификат специалиста и свидетельство об аккредитации. Участниками стали медсестры из Ненецкой окружной больницы, центральной районной поликлиники Заполярного района и окружного противотуберкулезного диспансера. На первом этапе в рамках теоретического задания конкурсантки отвечали на 30 тестовых вопросов. По результатам теста к практической части конкурса были допущены пять участниц. Им предстояло продемонстрировать профессиональную подготовку к проведению внутривенной инвекции и ее выполнение, измерить артериальное давление и пульс, а также выполнить мероприятия по сердечно-легочной реанимации. По итогам всех заданий победителем конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая медицинская сестра» стала Кристина Канева, представительница центральной районной поликлиники. Медицинская сестра этого же учреждения Евгения Васина заняла почетное второе место. Ольга Хабарова из окружного противотуберкулезного диспансера оказалась на третьем месте. Призеры конкурса получили денежные сертификаты. Оценивала мастерство участниц конкурсная комиссия, в которую вошли представители Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения, медицинских организаций региона и Наринмарского социально-гуманитарного колледжа имени Ваучейского. Конкурс «Лучший по профессии» проводится профильным департаментом в целях признания профессиональной компетентности, повышения престижа специалистов в различных сферах и повышения их профессионального мастерства в рамках государственной программы Ненецкого округа «Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном округе». В Наринмаре состоялось первенство Ненецкого округа под хэквондо в дисциплине ГТФ. Это итоговое мероприятие, на котором спортсмены показывают свой уровень мастерства и при успешном выступлении получают шанс представлять наш регион в составе сборной от Ненецкого округа на межрегиональных и всероссийских соревнованиях. В декабре принято подводить итоги года. У тхэквондистов для этих целей есть свой особый способ. То, чему научились, спортсмены показывают на заключительном в уходящем году соревнования. Первенство Ненецкого округа под хэквондо в дисциплине ГТФ. «У нас существует две дисциплины. Сегодня у нас это формальные комплексы хьонги и поединки. По этим главным двум дисциплинам будут отбираться спортсмены. Конечно, они должны участвовать очень хорошо и показать хороший результат именно в этих двух непосредственных дисциплинах, не только в одной. И по результатам этих соревнований будет произведен отбор. Еще у нас сегодня мы тоже вводим дополнительно еще один вид дисциплины. Он не является соревновательным. Но для того, чтобы участвовало побольше малышей, так скажем, наших 5-6-7 лет, они у нас будут соревноваться на снаряде спортивном, который будет показывать их скорость удара. У кого быстрее скорость удара, у кого сильнее удар. По результатам сегодняшних соревнований будет сформирована сборная Ненецкого округа под хэквондо, которая представит наш регион на первенстве Северо-Запада в феврале 2020 года. Под сборную мы обычно отбираем как минимум 12 человек и всегда, то есть запасными. Но на участие в соревнованиях у нас будет от 6 до 8, плюс 6 – это мы основная команда даже на это, плюс 2 запасных на всякий случай, чтобы у кого-то не произошло травмы. А на сборах именно в отбор приходят два состава команды, для того, чтобы всегда можно было отобрать лучшего. В рамках первенства тренерский совет поощрил участников конкурса рисунков и лучших спортсменов, которые отличились в текущем году по результатам участия в спортивных соревнованиях. В своих возрастных группах награду достойны Александра Мужикова, Евгений Худя, Руслан Дуркин, Дарья Тайбузина, Александр Краснолуцкий и Никита Безумов. Никита стал лучшим в дисциплине ВТФ. Как мы знаем, может быть, кто-то и не знает, это немножко другая отличительная особенность нашего Хэквондо. Поэтому Никита у нас единственная, почти защищая честь в олимпийской версии, на всероссийских соревнованиях. Поздравим Никиту. Хэквондо Никита занимается уже седьмой год, является обладателем черного пояса и многочисленных наград. Я на очень много выездных соревнованиях, часто Патриот, Кубок России, ну, в общем, их большинство, я все уже не запомнил. Очень много у тебя наград дома? Ну, больше 32 медалей, дальше 40. А твоя мечта? Чего ты хочешь достичь в этом виде спорта? Какого результата? Ну, выиграть чемпионат России. Ну, а нам остается только пожелать удачи окружным тхэквондистам, которые будут выступать за наш регион на первенстве Северо-Запада. И пусть каждый из ребят уверенно идет к своей цели. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Это все, о чем мы успели вам рассказать к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – ювелирный бутик «Фианит». Северный бутик «Фианит»